Слава Украине! Привет всем от Полонского к нашей любимой рубрике потери российско-фашистских войск в Украине на 8 июня 2023 год. Давайте посмотрим до чего там докатились российско-фашистские войска в Украине и куда их послали наши герои. Так вот потери большие. Давайте сначала посмотрим где они у них были. Несут они потери в тех же самых местах собственно говоря что и вчера что и позавчера. При всем при том что они выдумывают начало нашего большого контрнаступления. Сейчас совершенно еще не тот этап когда будет действительно большое контрнаступление вы это почувствуете. А пока что идет разведка боем. Но бог с ним. Это такое. В принципе их командование об этом конечно знают. Но им нужно подогревать военкоров. Военкорам нужно подогревать свою вату. И собственно говоря чтобы вата не волновалась они им выдумывают сейчас грандиозные победы на поле сражения которых на самом деле не было. Пока их только щупают немножечко. Скоро пощупают посильнее. Так вот потери российско-фашистских войск внеслись. Прежде всего это под Бахмутом и в самом Бахмуте. Потому что наши сейчас очень серьезно отрабатывают как сам Бахмут так и фланги. Мы об этом прекрасно знаем. Ну и конечно же Маринка. Там тоже самое. Я не знаю зачем Путин поставил им задачу не ловить котов, а захватить Маринку. Какой в этом смысл? Они ее штурмуют уже 9 лет подряд. И это выглядит уже в другой раз просто глупо. Хотя что у них умного. Господи прости. Там сплошное царство идиотизма. Знаете такое. Так вот поставил им задачу на этот раз захватить Маринку. Ну понятное дело, что ничего они не захватят. Это просто идиотизм. Но личный состав они там свой аннигилируют. Так сказать. 730 расистов у Кондропуплина за вчерашний день. Всего общее количество путинских бандитов и террористов. Да. А значит которые отправились на концерт Кобзона составляет 212 760. Неплохо так. Дальше. По танкам у них сейчас и по бронемашинам довольно серьезные потери. Потому что наши начали отрабатывать. Они начали гонять со своими танчиками. Как-то их пытаясь спасти. Иногда пытаться переходить в контратаки. Но в основном отрабатывают наши очень хорошо по тылам. И вот за вчерашний день на Кноцкале 18 штук. Соответственно 3891 штука всего вместе. Приблизительно такое же количество. 16 штук бронемашин различных типов. Всего 7576 извините. Да. И давайте посмотрим по артиллерии. По артиллерии 28 путинских пушек было аннигилировано за вчерашний день. Всего 3668 пушек заинтересовалось концертом Кобзона. Либо же по выбору Лекции Жириновского на палубе крейсера Москва. Того самого, который стал подводной лодкой. И одна система ГРАД всего 595. Дальше. По средствам ПВО. Вчера был довольно урожайный день. Три штуки у них разбито. Соответственно всего 355 больших средств ПВО. Это надо выбивать. Потому что наша авиация должна ходить над головами расистов во время контрнаступления. По возможности беспрешкодно. По самолетам и вертолетам остались предыдущие у нас цифры. 314, 299. А вот по беспилотникам было вчера сбито 15 расистских беспилотников. Всего 3234. Много-много. Среди них было несколько шахедов, кстати. Дальше. 35 единиц автотехники. Всего 6384. Ну автотехника сейчас попадает под раздачу регулярно. Вот сегодня уже по Луганску прилетела. Там по ремонтному предприятию, где они свою российско-фашистскую технику ремонтировали. А так наши регулярно отрабатывают тылы с тем, чтобы уменьшить возможности логистики российско-фашистских войск в момент начала нашего контрнаступления. Также было у Кондропуплина 8 единиц спецтехники. Спецтехника это прежде всего РЭБы и прочие большие железяки, которые не дают нашим дронам и вообще нашей связи и вообще нашим войскам спокойно жить. Соответственно общее количество можно открывать чемпанское 500 штук с начала российско-фашистского вторжения в Украину. То есть полным бурным ходом происходит подготовка к нашему контрнаступлению, к его завершающей фазе. Потому что еще раз повторюсь, контрнаступление это не значит, что у Рашистов это значит так 10 минут артиллерия что-то там погупало неизвестно куда. А потом они подскакивают, без штанов несутся с окопом, с автоматом или там с рогатиной, спищали ее наперевес на окопы врага, которые они кстати тоже не знают где находятся. Это так выглядит у них, у ненормальных. А наши все готовят загодя, наши проводят целую серию мероприятий, которые должны ослабить противника. Только после этого наши герои идут вперед, в отличие от этих голозадых макак, которые атакуют нас. И соответственно, вот это все сейчас делается, прозведка боем, прощупывание их позиций, просмотры и так далее, и так далее, с тем, чтобы минимизировать потери украинских войск. Мы не расшисты, мы мясными штурмами не увлекаемся. Вся вода Украина.